Сейчас у нас началось строительство. И на прошлом вебинаре я вам говорил, что мы увидим это своими глазами. И это произошло. Я хотел бы вам просто передать ту эмоцию максимального восторга и максимального восхищения и возвращения несколько в прошлое с уверенностью в том, что в будущем все будет реализовано. Так как у нас в 2015 году на заброшенном танковом полигоне сейчас создана на этой территории настоящая струнная долина. И это будет на уровне силиконовой долины. Я думаю, что будут появляться другие стартапы, другие компании, которые будут следовать логике эко-мира. И уже я могу сказать, многие объекты, которые кажутся, казалось бы, невзрачными даже на территории эко-технопарка, это целые будущие направления, которые мы с вами будем финансировать. И финансировать очень быстро. Я думаю, что направления в будущем будут закрываться за месяц, за два. То, что за полгода сейчас мы с вами делаем по той простой причине, что сейчас активных инвесторов в недавнем времени, это статистика, была подведена всего лишь 200 тысяч. 200 тысяч активных инвесторов. И представьте, если у нас будет 2 миллиона, а может быть 20 миллионов. И так оно и будет, потому что та скорость, которую мы увидели, я ожидал, если честно, установку только одной промежуточной опоры, потому что таким образом было спозиционировано на фотографиях. Я также обладаю той же информацией, и только когда ты видишь своими глазами, что уже наполовину достроены 2 станции, 2 анкерных опоры, установлены первые в мире 2 промежуточные опнового образца, и уже варятся струнные конструкции. И я думаю, что после месяца Рамадан, окончания этого великого праздника для всех мусульман и арабов, мы увидим супер бурное развитие и огромную скорость строительства, то, что мы увидели и запечатлели в Шарже. И нам повезло, что это был Рамадан, потому что, скорее всего, мы обходили бы просто технику. Сейчас техника, вот на фотографиях вы видите, находится в неподвижном состоянии, но я могу отметить и просто склонить голову перед теми работниками, которые строят этот объект и воплощают его из виртуальной реальности. Кстати, у нас все спроектировано уже в 3D Experience, и Алексей Воленко все это дело скоординировал. Все могут, инженеры, конструктора, те, кто имеет отношение к разработке и строительству объектов в Шарже, могут уже прогуляться в 3D виртуальной реальности. И никаких ошибок не будет допущено при строительстве, потому что на кон поставлена целая репутация и жизнь нашего проекта. Огромное уважение сейчас высказано к Анатолию Эдуардовичу Юницкому, потому что очень много препонов ставилось, появлялись те инвесторы потенциальные, которые могли инвестировать и 150 миллионов долларов, но это были все проверки. И их генеральный конструктор прошел и завоевал уважение, не сразу получаешь уважение в арабском мире. И сейчас все ожидают только одного – демонстрации то, что сейчас строится и реализуется в Шарже. Мы представим максимально быстро все необходимые материалы и то, что можно было говорить публично, потому что те 100 людей, которые присутствовали, я думаю, что осознали и поняли ценность того обучения, которое они прошли. Потому что Анатолий Эдуардович общался с ними как со своей семьей, общался с нами, со всеми, кто присутствовал на Шарже, как с близкими, с подвижниками и как с партнерами. Говорил ту информацию, которая никогда не должна попасть на массовые какие-то ресурсы, но должна остаться в головах тех лидеров. И лидеры осознали сразу, я увидел в постах многих, открываем те страны, африканцы сразу где-то 10 стран. И мы также, как с Navy Capital, поставили перед собой очень такую амбициозную задачу и цель – открыть 10 новых стран и наращивать серьезные потоки за 100 дней. Я призываю вас, дорогие участники вебинара, здесь преимущественно находятся наши активисты, наши сподвижники, поставьте и для себя цель на 100 дней. Я бы разбил эту цель где-то на 5 периодов, потому что первый период вы увидите, насколько все продвинется уже после окончания Рамадана, когда мы увидим закладку вид нулевого камня и многое-многое другое, то, что будет объявлено. И это будет предшествовать уже проведению демонстрации нашего юникара лакшери исполнения, тропического исполнения с двойной системой защиты, с двойной системой энергопитания и многое другое для того, чтобы максимально достойно предстать перед королевскими семьями. И потом многие активисты, участники и топ-менеджмент, на тот момент еще топ-менеджмент головной кампании говорили о том, что будут наступать золотые времена. И мы не отказываемся от этих слов, потому что сейчас, уже после переговоров с нашими крупными стратегическими партнерами, я могу сказать, что да, возможно. В этом году действительно возможно потенциальное теоретическое закрытие финансирования возможности входа в головную кампанию. Потому что как только будет продемонстрировано движение подвижного состава на участке в 400 метров, то есть это наша трасса Пионер в Арабских Эмиратах, да и во всем мире, могут произойти кардинальные изменения. Потому что есть уже те миллиардеры, которые заинтересовались уже даже программой Spaceway. Уже космическую программу услышали в высших кругах и готовится очень серьезная, в том числе, модель изменения мирового общества. И в этом с вами, мы с вами, дорогие друзья, принимаем не просто участие, мы являемся совладельцем нового будущего мира. А какая будет капитализация у нового будущего мира, на мой взгляд, это будет значительно больше, чем капитализация ведущих мировых корпораций. И мне сразу вспоминается то, как меня лично пригласили в проект Skyway для каждого свой момент вхождения. Я услышал еще зимой 2013 года, не только в 2014 году я присоединился в проект Skyway. После того, как мне один мой знакомый сказал, Леш, посмотри, компания теоретически может стать круче Apple и Google. То есть для меня, как человека, который на тот момент являлся специалистом по сетевому построению, сейчас это стало уже модель сетевого построения корпорации, быстро это принял во внимание, не разбираясь еще в IPO. И я вам признаюсь честно, как и многие, я думаю, кто присоединялся к проекту Skyway, для меня IPO это был какой-то свет в конце туннеля. Какая-то мифическая штука счастья, благополучия в конце развития. Но на тот момент я не понимал экономических аспектов. И на первую конференцию я помню, что приехал только из-за того, что там говорилось, что Юницкий будет на той конференции. Но на тот момент он отправился уже в свободную экономическую зону в Литве. И я не встретился с ним. Но я нисколько не жалею то, что я побывал на этом событии. Поэтому я рекомендую вам быть на всех событиях, которые происходят вблизи вас и на которых вы можете быть. Естественно, не нужно два раза за два месяца ездить на события. То есть нужно сохранять принципы закон Паретта. То есть 20% усилий должны давать 80% вашего результата. И побывайте на минимальном количестве конференций, обучения, но обязательно побывайте на них. Потому что те люди, которые побывали на бустере, те участники из более чем 18 стран, они стали настолько единой силой, настолько действительно организмом, слаженно работающим, слаженно думающим, что когда мы сказали, что необходимо удалить все видео из интернета, они были удалены. И так должна работать наша вся система. Поэтому мы создаем новую активность. И я думаю, что будет размещена специальная новость в Skyway Capital. Для тех, кто имеет навыки профессионального английского языка, имеет опыт донесения информации о Skyway на иностранном языке на достойном уровне, пожалуйста, пишите мне на почту с указанием ваших навыков в языке, с указанием вашего опыта разговорного языка. И мы рассмотрим вашу кандидатуру на позицию амбассадора. Позиция амбассадора очень серьезная и очень амбициозная. Это тот человек, который готов на полгода, например, уехать в другую страну, для того, чтобы поставить ее на рельсы и для того, чтобы сформировать там необходимый инвестиционный поток. Это сейчас начал делать Кристиан, наш лидер зиги. И никто не говорил ему, что ты будешь амбассадором. Он просто сам взял это и сделал, и стал из водителя автобуса настоящим лидером и тем человеком, который привлекает инвестиции на десятки тысяч долларов за несколько дней. И этот пример, я считаю, должен вдохновить не мы, как члены правления, не мы, как лидеры-активисты 2014 года. Да, понятно, что сейчас огромные результаты можно продекларировать, и они действительно огромные. Но сейчас настало время взять эстафетную палочку тем, кто готов жертвовать своим временем, жертвовать в каком-то плане своим здоровьем, потому что придется очень много летать, придется не замечать смены отелей и придется жить в незнакомой стране, общаться, коммуницировать с незнакомыми людьми. И да, у амбассадора будет возможность построения своей структуры в этой стране. Но если мы будем замечать, что амбассадор, посол Skyway Capital, сосредоточен именно только на свою структуру, он быстро расстанется с позицией, и его заменит другой человек. Потому что хотелось бы достичь того, что мы увидели сейчас в Китае. То есть в десятки раз вырос поток того, что мы увидели в Японии. И при тех событиях, повторюсь, которые сейчас происходят, это несложно абсолютно сделать. Я сам буду находиться в информационном вакууме до следующей новости, до следующего фотоотчета об объекте в Шарже. Но то, что я увидел своими глазами, и зная скорость исполнения технологии воплощения в срок, я могу сказать, что мне этого достаточно для подпитки на год, а то и два года вперед. То, что мы увидим уже через несколько недель после Рамадана, я думаю, что просто заставят троллей замолчать, мягко говоря, и никакой негатив просто уже будет непозволителен. Даже с теми людьми, с которыми я разрабатывал блокчейн-платформу, у нас была часть штата, которая не верила в технологию Skyway, и это был уже не топ-менеджмент, а более низкий уровень. И они все мне начали писать и говорить, Алексей, поздравляем, это очень классно, то, что мы сейчас видим. Очень много людей просто начинает звонить, писать, и просто давайте информацию, просто говорите, что нас поддержала семья Аль-Мактума, нас поддержала Министерство транспорта, нас поддержали сильные мира сего уже, и когда вас будут спрашивать, а где это реализовано, кроме Республики Беларусь, просто показывайте им эти фотографии и говорите им, что мирное шествие проекта Skyway по территории Арабских Эмиратов уже пошло и уже максимально развивается, так же, как вот на этом слайде пошел Анатолий Эдуардович со своим помощником Артуром и показал, кстати, больше часа Анатолий Эдуардович вещал, фактически 2 часа, и при такой жаре, я могу сказать, это очень серьезное здоровье нужно иметь. Многие спрашивают о здоровье Юницкого. В отличном здоровье находится Анатолий Эдуардович, и дай бог каждому такого расположения духа, потому что когда ты силен духом, то ты силен и здоровьем. Поэтому, друзья, я намеренно сейчас сделал посыл такой более эмоциональный. Я могу очень много рассказать об конкретике непосредственно объекта шаржи, и мы будем проводить аналитику по прошедшим IPO, как это коррелирует с миром Skyway. И я могу сказать одно, что в золотые времена при следовании и при обеспечении того потока инвестиций, который мы сейчас даже обеспечиваем, а он будет 100% расти, обязательно наступит. Не исключено, что после демонстрации могут прийти очень крупные суммы, и возможность входа в головную компанию исчезнет навсегда, как когда-то исчезла возможность инвестирования по дисконту 1 к 1500. И сейчас уже плавно мы видим, что и 1 к 600. Это максимальная роскошь, с учетом того, какие сверхрезультаты и рекорды мы продемонстрировали. По такому уже дисконту, как больше, чем 8 раз меньше 1 к 70. И дисконт будет постоянно уменьшаться, потом будет возможность ожидать только выхода на СТО, далее только выхода на IPO. И я могу сказать, что наше IPO, на мой взгляд, через года будет успешным, так как мы, на мой взгляд, сугубо при следовании даже той дорожной карте адресных проектов, которые уже сейчас есть, будет максимально формировать капитализацию компании намного серьезнее, чем те компании, которые разместились в этом году на IPO. А этот год, я могу сказать, очень богат на успешные IPO. И как раз таки, когда произойдет глобальная мировая экономическая рецессия, мой прогноз это 2020 год, до конца 2020 года, как феникс, на руинах старой мировой экономики будет построена новая мировая экономика с максимальной поддержкой сильных мира всего, с максимальной масштабируемой стратегией, производством и опорой на ядро шестого технологического уклада проект SkyWay в качестве основной технологии, которая будет формировать мировую экономику и от которой будут отходить новые направления, о которых мы с вами сейчас даже не предполагаем и не знаем. Мир очень серьезно поменяется и в этой уже новой мировой экономике мы уже с вами принимаем участие, с чем вас, друзья, и поздравляем. Поэтому прошу прощения тех, кто ожидал какие-то технические факты, цифры, новую аналогию с развивающимся миром, но я не мог оставить без внимания ту эмоцию, которая до сих пор меня не отпускает после посещения объекта в Шарже. Строй SkyWay, спасай планету и в данном случае строй SkyWay, спасай Арабские Эмираты и протягивай руку помощи вообще каждой стране, которая на сегодняшний день испытывает трудности с внедрением транспорта и решением крупных инфраструктурных задач и проблем. Ну а теперь, друзья, вопросы. Планируется ли вскоре следующий обратный выкуп акций, когда закроется ли вход до осени? Следующий обратный выкуп акций планируется. Скорее всего, он будет происходить по возрастному цензу наших ранних инвесторов в дань уважения тем, кто инвестировал на ранней стадии и уже находится в возрасте. Алексей, мы давно ждем увидеть высокоскоростной юнилит в действии, когда увидим в 2020-м. Это все зависит от финансирования. Как повторяет всегда Анатолий Эдуардович, высокоскоростную трассу мы увидим уже в Абу-Даби. И у нас была возможность взять трассу на самом деле в Республике Беларусь, но невозможно уже было взять, потому что была установлена максимальная договоренность в арабском мире. И тут уж на двух стульях не усидишь и не нужно сидеть. А высокоскоростной юнилит уже проходит дополнительные испытания и в 2020-м году вполне возможно, что к концу года мы действительно можем увидеть испытания при достаточном финансировании. То есть, когда будет та сумма, та часть финансирования, которая необходима для строительства высокоскоростной трассы, поверьте мне на слово, что с очень большой скоростью это все будет построено. Алексей, что слышно о токенах? О токенах слышно то, что готова схема, именно технология на блокчейне, клейма токена. То есть, если говорить простыми словами, вы сможете уже на основе блокчейна, а не на основе каких-то договоренностей, клик в личном кабинете, перенести ваши доли в токены на будущую платформу. То есть технологическое решение уже готово и сейчас опробируется. Алексей, проясните ситуацию с токеном. Я придерживаюсь принципа «не навреди». В данном случае Skyway. Вы работали над токеном Skyway и фонд SWIC, но вы прекратили эту работу. SWIC выпустил свой криптоюнит, международный инвестиционный портфель. Партнеры уже вложили большие средства. Как это может отразиться на работе Skyway? Это, на мой взгляд, отражается и негативно, и позитивно. Позитивно с той точки зрения, что есть категория людей, которые приходят в SWIC именно потому, что SWIC им близок по духу. То есть я всегда привожу сравнение чакры, мантры и так далее. То есть рабочее название. Поставьте плюсики, кто понял это сравнение. И многие люди сейчас желают получить какую-то прибыль, являясь жадными, к сожалению. Жадность всегда губит, на мой взгляд. И жадность является корнем финансовой неграмотности и незнания. Тот, кто сейчас, на мой взгляд, инвестирует в международный инвестиционный портфель, так называемый, фонда SWIC, и не понимает то, что основной продукт, который используют в качестве бренда сейчас Андрей Федорович Хавратов Skyway, совершает одну большую ошибку. Я не знаю, из чего они дают прибыль, но, на мой взгляд, не стоило бы так делать. Даже если можно давать ее с помощью каких-то финансовых инструментов. Потому что сейчас нам необходимо сосредоточиться над активной массой населения, которые, как 300 спартанцев, могут привлечь огромные обороты в новой стране. И это я могу сравнить с блогерами, которые на сегодняшний день начинают разыгрывать в виде халявы автомобиля. То есть сделай репост, подпишись. И многочисленные лотереи сейчас, спортивные ставки очень распространены. В первую очередь в русскоговорящем пространстве, да и в иностранном тоже. Потому что всегда, издавна, любителей халявы очень много. Но аудитория приходит некачественная. Аудитория приходит неосознанная. И те люди, которые сейчас инвестируют в инвестиционный международный портфель, как только они увидят какие-то негативные последствия, они будут первыми теми, кто резко объединится и захочет, так скажем, решить свою ситуацию в свою пользу. И в этом я руководству SWIG, наверное, не завидую. Но головная компания сейчас на данный момент отказалась полностью от этого направления. Запретила использовать бренд Skyway Invest Group только SWIG. И это та позиция, которая была высказана Анатолием Юницким. Его позиция также не организовывая войну, где могут быть жертвы. Это же и наша позиция, как Skyway Capital. Поэтому сейчас какой-то информационной атаки, хотя аргументы все есть, нет.